Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересным способом маринования курицы и запекания её в яблоках. Использую перчатки для того, чтобы могла в любой момент снять что-то, поправить или взять на столе, чтобы ручки были чистые. Вначале мы отрезаем от курицы все лишние кусочки. То есть мы сейчас... Вот, смотрите, ножик наточила и оставляет полосочки металл. Убираем лишнюю кожу. Я надеюсь, вам всё хорошо видно. И, соответственно, всю эту кожицу потом мы выбрасываем. Также, если вы не любите жир, ну, какие-то жирные места тоже можно, естественно, отрезать слишком жирные. Ну, в любом случае, в процессе приготовления жир вытопится, и она как бы будет готовиться в собственном соку и маринаде. То есть я не буду добавлять на противень, на лоточек, на котором она будет готовиться, я не буду добавлять дополнительно никакого масла. Что я делаю сейчас, я вырезаю хребет, использую вот такие вот ножнички, очень удобные, довольно такие большие, тяжёлые ножнички. Вырезаю вот эту вот часть хребет вместе с горлышком. Объясняю для чего. Просто для того, чтобы курочка потом у нас на противне красиво развернулась. То есть чтобы она была равномерно вся прожарена. Потому что если мы не вырежем вот этот хребет, она у нас будет вот такая кругленькая лежать, да? Это значит, что, например, снизу у неё брюшко будет совсем не прожаренное, то есть не пропечённое, я бы так сказала. Я хочу добиться такой вот ровной-ровной корочки, запечённой сверху, как на цыплёнке табака. Добавляем курочку вот так на противень и, смотрите, разворачиваем ножки вот в эту сторону. Видите, как легко разворачивается. И получается очень красиво, только я всегда рекомендую вот эти вот хвостики такие, да, вот самые кончики крылышек обязательно завернуть в фольгу, чтобы они не сгорели. А вы видите, всё, что стоит сейчас на столе, будет участвовать в маринаде. Я беру вот такую вот мисочку и начинаю в неё складывать всё, что необходимо для маринада. Ну, во-первых, майонез. Я беру любой майонез, который в данный момент есть, за исключением, может быть, каких-то добавок особых, которые, например, в майонезе для салатов, да? То есть вот такие майонезы я не беру. Вот простой классический майонез. В маринаде у нас будет участвовать горчица баварская, вот такая это сладкая горчичка, внутри у неё зёрнышки. И вот такое одно яблочко, которое я потру и добавлю в маринад. Можно на мелкое, можно на крупной тёрочке, кому как нравится. Яблочко должно быть более-менее кислым. Специи, которые мы будем использовать, у меня есть такой наборчик для блюд. Правда, здесь написано из баранины, но, как я уже говорила, я всегда экспериментирую. Юль Высоцкая. Вот такими перчиками, естественно, я не пользуюсь. Недавно я сделала с одним таким, даже с половиночкой бульон. Его никто не может есть, настолько они острые. Будьте, пожалуйста, аккуратнее. У меня здесь горчица, но корица нам не понадобится, тмин, зёрнышки, солью мы воспользуемся обязательно и сушёные различные травки. Я всё размешиваю и добавляем ещё сок половинки лимончика. То есть не бойтесь переборщить, кто любит покислее, можете даже порезать вот эту вот корочку туда. Ну, я уже резать не буду, у нас здесь вот достаточно будет половиночки такого вот лимона. Он у меня остался, уже был немножко отжат, поэтому куда-то нужно было его приспособить. Как экономная хозяйка, я стараюсь использовать всё по максимуму. Из срезанных рябтов тоже Вы можете сварить бульончик, например, своему ребёнку. Перелочку мы можем потереть прямо сюда, вот так возьмём одно небольшое. Яблоко и потрем на крупной можно тёрке. Яблоко всё равно даёт довольно много сока. И перемешавшись с нашей заправочкой, она станет, такая заправка станет более пикантной. То есть Вы будете ощущать яблочный аромат потом в самой курице, а не только от яблок, которые лежали на ней сверху. Такой у нас получился маринад. Сейчас мы прикроем это всё плёночкой и уберём либо на балкон, либо в холодильник, если есть такое вот место в холодильнике. Покрываем плёночкой. Ну, лето нас сейчас жарой не балует, поэтому я так смотрю на наш балкон и понимаю, что да, я могу поставить это на час на балкон. Там прохладно. Особенно после дождя. Играда, представляете, у нас сегодня иград был. Так что поздравляю Вас с июлем. Так, убираем на час. И пока наша курица маринуется, хотела с Вами посоветоваться. У кого есть драцена вот такая, скажите, пожалуйста, что ей не хватает, когда она вот так чуть-чуть подсыхает у неё кончики. Она у нас стояла в кабинете мужа, может быть там темно было, даже не знаю. Довольно влажная у неё почва, ну такая, средней влажности, да. И хочу просто привести её в порядок. Те, кто знает, напишите, пожалуйста. И вот у нас ещё чудо-цветок позаимствовал у знакомых. Два отросточка такие вот кусочки отрезала от фикуса. Уж очень он мне понравился. Прям такой пластиковые листики такие забавные. Но вы знаете, вот он у нас уже стоит где-то, ну, в районе месяца и никак не даёт корни. Посмотрите, мы уже сделали всё, что Вам могли, только прочитали о том, что нужно его правильно срезать так, чтобы вот здесь выделяющееся молоко убрать, смыть, подсушить, поставить в тёплую воду с добавлением активированного угля. Сделали всё возможное, но вот почему-то этот друг никак не хочет давать корни. Может быть, тоже кто-то знает, расскажите мне, пожалуйста. Вот сейчас наша курочка уже замариновалась. И я уже положила фольгу на противень, на котором буду её запекать. Вот такой лоточек живёт. Для чего фольга? Для того, чтобы мы могли нашу курочку закрыть. То есть, чтобы она сразу же не зажаривалась, а как бы вот так сверху её завернуть, чтобы она пропеклась внутри. Сейчас, пока я буду порезать яблочки, я хотела бы с Вами поделиться информацией вот о таком нашумевшем в YouTube креме. Это Soft Naturals, это крем с липолевым асидом, DMA, CSR и что там ещё? Коэнзим Q10 и ячей кислоты. Ну, думаю, что Вы, наверное, знаете липолевая кислота. DMA – это огромный, очень популярный, такой мощный препарат противовозрастной. И, соответственно, CSR – это в жирорастворимой форме, витамин С. Точно такие же я приобрела, как Вы видите, вот витамины, которые, ну, как бы я посчитала, посоветовала с косметологом, что лучше принимать это в комплексе, если мы хотим добиться какого-то, ну, более-менее ощутимого результата. Не через 10 лет, да, а более быстро. И, соответственно, начала принимать я в первую очередь витаминки. Ну, просто потому, что у меня был другой крем, который я использовать хотела до конца, и потом уже начать использовать вот этот крем. И когда я принимала витамины, я, собственно, их и сейчас пью, приятные ощущения вполне, никаких аллергических реакций у меня не возникло на них. Они никак плохо не реагируют на желудок, то есть желудок на них, точнее, никак плохо не реагирует. Прекрасно, всё хорошо. У них нет никакого очень серьёзного там какого-то аромата отталкивающего. Ну, такие вот витаминки спрессованные. Ну, глотаются неплохо, вне зависимости от того, что, ну, вот довольно крупные. И когда я начала использовать вот этот самый крем, я, во-первых, была поражена неприятным, очень резким, режущим глаза ароматом. Откуда же он взялся? Почитав внимательно содержание ингредиентой, я поняла, это мочевина. То есть аромат общественного туалета жуткий. Девушки, если вы чувствительны особо, вам этот крем, ну, никак не подойдёт. Сейчас покажу вам, как он выглядит внутри. В зависимости от того, что я его практически весь использовала, использовала я его уже в конце, ну, на всё, что только можно. Вот видите, он такой, как баттер-баттер, ну, вот такой масляный. Вот видите, жёлтый, масляный, ну, в общем-то, и не мудрено. Здесь очень богатый состав и кислоты, и масла, и витамин С, что даёт такую вот жёлтизну яркую. Что могу вам сказать? Он очень липкий, такой масляный. Вот видите, жёлтый, масляный. Ну, в общем-то, и не мудрено. Здесь очень богатый состав и кислоты, и масла, и витамин С, что даёт такую вот жёлтизну яркую. Что могу вам сказать? Он очень липкий. Вы знаете, вот даже сейчас ватрую вот так вот руки. Он очень липкий. То есть вот у меня ощущение на пальце остаётся ещё очень долго. Лицо прилипает к подушке. Ночью пользоваться вообще невозможно. Днём невозможно пользоваться из-за запаха. То есть, в общем, этот крем никак никуда у меня не шёл. К тому же стали проявляться аллергичные такие проявления. Пятна жёлтые, красные, разные какие-то страшные. К тому же он очень сильно аллергичный. Обратите на это внимание. Те, у кого хоть какая-то аллергия, хоть на что-то была, вам пользоваться вряд ли, я бы посоветовала. Будьте с этим аккуратны. После него могут быть высыпания, которые у меня пошли по всему лицу. Тогда я решила, что, может быть, можно пользоваться им на, соответственно, шею и область декольте. Но как только я начала им пользоваться областью декольте, у меня тоже пошли пятна. То есть, просто невозможно им пользоваться, ну, никак. Друзья мои, я бы не рекомендовала. Правильно, да? Думаю, что можно. Итак, мы уже нарезали наши яблочки. И будем укладывать сейчас курочку. Ну вот, духовка у нас уже разогревается. И мы будем сейчас укладывать нашу курочку. Так, иди сюда, моя девушка. Какая, оу, какая балерина. Так, замечательно. И сверху мы вот так вот выложим ее. Обратите внимание, завернем вот так вот ножки. Для этого, собственно, мы и вырезали хребет, чтобы она была такая вот красивая, балетного вида. Простите меня, артисты, балета. Так, красотка. Поливаем сверху. И будем сейчас закладывать сверху еще яблочки. Курица у нас получится сочная, ароматная. То есть, вначале мы курочку прикроем. И поэтому она у нас не сгорит. Так, ровненько. Выложим ей шубку. Из яблочек. Если потом вам захочется убрать яблочки, потому что они темнеют, как вы понимаете, в процессе готовки. Да, вот сейчас они держатся, потом они будут темнеть. И они уже не будут так презентабельно, шикарно, может быть, выглядеть. Поэтому, когда вы захотите, если вы захотите, вы можете убрать эти яблочки перед тем, как начнете ее, собственно, запекать уже в открытом виде. Теперь мы будем ее заворачивать аккуратно. Вот так. Создавая там некий вакуум. Закроем третьим листочком и запакуем сверху. Как бы сцепляем, видите, один листочек с другим. Все это мы убираем в разогретую духовку. Духовка должна поначалу стоять на 200 градусах. Я думаю, что минут 40 на 200 градусов будет вполне достаточно. Может быть, даже полчаса. И потом, когда мы будем запекать, мы снимем вот эту шапочку сверху, да, вот этот листочек третий. Откроем корочку, и она начнет запекаться уже при 180 градусах. Я думаю, минут 15 максимум. Чтобы покрыться ровной корочкой. Вот сейчас она уже запеклась, и мы открываем верхнюю крышечку. И будем дальше ее готовить при температуре, ну, не более 180 градусов. Еще минут 15 или 20, ну, до момента, пока она не покроется красивой корочкой. Ну вот, теперь наша корочка уже готова. Мы сняли с нее яблочки, положили их вот так вот в сторону, как бы вокруг нее, дав возможность курице как следует запечься сверху корочкой. Оформили это все лимончиком. И на гарнир я буду подавать вот такой печеный картофель с укропом. Пока я работала и пила водичек с лимоном, видите, все уже приготовилось. Ну что ж, я желаю вам обязательно верить в свои силы, обязательно пробовать в этой жизни что-то новое, не сдаваться и обязательно быть благодарным за все, что имеете. Удачи! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok